МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержать новую программу к нам в студию сегодня пришел новый министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, за что мы ему, конечно же, очень признательны. Здравствуйте, Инесса, здравствуйте все жители Самарской области и наши телезрители. Мы работаем в прямом эфире, и в ближайшие 30 минут Армен Сисакович намерен отвечать на ваши, и, надеюсь, на мои тоже вопросы. И вопросы мы договорились, что мы принимаем любые. Безусловно. Отлично, 202-11-22, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы. Науке известен, так мы назвали сегодняшний выпуск, и поговорить хотелось, конечно же, о том, что волнует сегодня всех, и, наверное, еще долго будет волновать, о коронавирусе. Науке известен. А известен ли? Вот примерно с зимы, наверное, мы живем уже с этим явлением, событием в нашей жизни. Стал ли он за это время более понятен, и появились ли протоколы лечения? Новая коронавирусная инфекция, которая появилась зимой 2019 года в Китайской Республике, а потом распространилась сначала по Азии, а потом по всему миру, и сейчас имеет характер пандемии, безусловно, в этот период стала самым важным объектом внимания медицинской общественности всего мира. Всемирная организация здравоохранения присвоила этой инфекции свой порядковый номер, свое обозначение. И с того самого первого дня ее обнаружения, ее идентификации, естественно, все ученые мира стали заниматься диагностикой и лечением новой инфекции. Это известный вирус из рода коронавирусов, который имеет несколько свой иной оригинальный генотип, и в связи с этим обусловлено его патогенез, который он оказывает на организм, клиническую картину, которая обусловлена этим патогенезом, и, соответственно, те методы диагностики и лечения, которые применимы к нему. Если в самом начале действительно представления об этой инфекции они были, носили обобщенный характер, то сейчас все они имеют узкоточечный характер. Мы знаем структуру этого вируса, мы знаем, как он воздействует на клетки организма, мы знаем, какие патофизиологические механизмы он запускает, и мы знаем, как эти патофизиологические механизмы вернуть к нормальной физиологии. Соответственно, разработаны программы и алгоритмы лечения, определенный ряд диагностических методов, которые позволяют как идентифицировать сам вирус в организме, так и провести индикацию тех изменений, которые он вызвал в органах и тканях. И, конечно же, программы лечения, которые носят постоянно обновляющийся характер, потому что параллельно идет разработка современных лекарственных препаратов, и с определенной достаточно частой регулярностью на рынок выходят препараты с доказанной эффективностью, которые включаются в арсенал лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Вот вы заговорили уже о диагностике, у нас в архиве есть интервью первого выписанного пациента, и давайте сначала послушаем. Симптомы, какие у меня были, это была температура, температура была невысокая, где-то 37, ну, от 37 до 37,5 где-то самое максимальное еще было. А какие симптомы были? Ну, боль в горле, ну, сначала первые там дни был легкий кашель, а так, ну, еще то, что, ну, ломота в мышцах была, вот это присутствовало, конечно, даже при такой небольшой температуре, вот это было. Я проходил определенный курс лечения, тут мне назначили тест, после прохождения теста в поликлинике у меня был обнаружен коронавирус. Я предложила вам послушать это интервью только для того, чтобы поговорить на тему, существует ли сегодня уже стопроцентный способ диагностики, потому что вот те симптомы, которые называл этот пациент, они же характерны, наверное, не для каждого переболевшего ковидом, и они достаточно разнообразны. Все-таки вот диагностика, это, наверное, как в любом заболевании, очень важный момент, чем быстрее определишь заболевание, тем проще с ним потом бороться. Любая диагностика складывается из нескольких важных компонентов. Если мы говорим об инфекционных заболеваниях, то на первое место выходит оценка эпидемиологического анамнеза, то есть выяснить, были ли у каждого конкретного пациента факторы риска заражения новой коронавирусной инфекцией, выяснить круг контактных лиц, выяснить его возможность посещения им других стран, других городов, выяснить, насколько он соблюдал режим самоизомоляции и предписания, которые регламентируют поведение человека в условиях санитарно-эпидемиологической опасности. Мы же сейчас, заподозрив у себя коронавирус, бежим сдать мазок и сделать КТ. Безусловно, однако эти самые исследования, они только являются третьим компонентом в ряду последовательности диагностических мероприятий. После оценки эпидемиологического анамнеза обязательен клинический осмотр. Действительно, жалобы, анамнез, осмотр пациента. Это и есть основной залог правильности диагноза. Все лабораторные и инструментальные методы диагностики лишь подтверждают предварительный диагноз, который ставит врач-клиницист на основании своего осмотра. Именно поэтому даже в век электроники, информатизации, цифровизации крайне важно соблюдать все регламенты и протоколы, которых нас учили с измольства, со студенческой скамьи, пропедевтика болезней, должна идти впереди всех методов диагностики. Не пугайте нас терминами. Давайте послушаем звонок. Алло, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я лечусь в поликлинике номер 9 на Черезкинце. Около двух лет у нас нет участкового. Был – пропал. Сейчас нас посылают к одному, второму, третьему врачу. Но ведь должен быть один врач общей практики. Куда делись выпускники мединститутов? То же самое с офтальмологом. У нас было два офтальмолога, не стало ни одного. И приходящий, который очень редко принимает, просто из другой поликлиники. Приходит на какие-то часы по четным дням. Очереди огромные. Да, спасибо. Спасибо, звонок понятен ваш. Куда делись студенты? В настоящее время в стране и в нашем регионе, в частности, разработана большая программа привлечения специалистов в первичное звено. Это поликлиники и скорая помощь. Действительно, любой молодой специалист, который поступает в медицину, которая становится для него образом жизни, мечтает о больших красивых специальностях, о больших серьезных операциях, о достижениях. И закономерно, что романтика и ореол медицинской специальности, они кроются вот на такой, на вершине профессионального мастерства. Вы тоже мечтали? Безусловно, я не исключение. И поэтому первичное звено, которое является первым эшелоном приема пациентов и заботы о нем, в этих условиях стало не очень популярным. Но благодаря большой государственной программе привлечения молодых специалистов, которая реализуется в нашем регионе, мы сейчас отмечаем возрастание потока и насыщение первичного звена молодыми специалистами, которые возьмут на себя заботу о пациентах, которые на этом первом участке обороны, соответственно, определят всю дальнейшую программу ведения пациентов и уже при необходимости будут привлекать узких специалистов. Касательно частного случая наличия специалистов в 9-й поликлинике, безусловно, мы этот вопрос возьмем на разработку и в ближайшее время мы оценим существующие риски и устраним их, соответственно, тем регламентом, который сейчас у нас существует. Может быть, не очень удобно вам будет менять тему, но и не уходя далеко от ковида, потому что еще есть вопросы, и в то же время зрительница вот нас к первичному звену обратила наше внимание. Я как раз хотела вас спросить, вот вчера буквально появилась информация правительства о дополнительных выплатах специалистам первичного звена, как раз в связи с тем, что во время эпидемии и поликлиники находились в тяжелых ситуациях, и работающие в первичке, наверное, их доходы значительно упали. Все специалисты первичного звена и поликлиники были переведены на подушевое финансирование. Это означает, что они получали зарплату вне зависимости от объемов медицинской помощи, которые они оказывали, которые действительно снизились, поскольку санитарно-педемиологический режим подразумевал уменьшение диспансеризации, уменьшение профилактических осмотров и, соответственно, по возможности переход на дистанционные методы диагностики и лечения. Тем не менее, все специалисты, которые находились в зоне риска контакта с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, согласно 415-му постановлению, получали и получают все гарантированные выплаты. И те риски, с которыми они сталкиваются, действительно нивелируются той прибавкой зарплаты, которую они получают. Ну и правительство намерено и дальше, я так понимаю, что поддерживаете как раз вот этот сегмент медицинских работников. Хочу спросить вас все-таки о коронавирусе. Можете вы назвать цифры, вот они немножечко уже так не систематизированы в головах у всех, цифры побед и поражений, вот сколько у нас все-таки по Самарской области, конечно же было заболевших, вылечившихся и погибших. В настоящий момент в Самарской области новая коронавирусная инфекция диагностирована более чем у 7 тысяч пациентов. Большинство из них, это более 90%, это пациенты, которые выздоровели. К сожалению, и от этого, наверное, никому не удалось уберечься. Небольшой процент, который на настоящий момент равен 1,2, это пациенты с неблагоприятными исходами. Тем не менее, наибольшая когорта пациентов прошли с помощью медицины это заболевание, пережили. Осложнения мы также регистрировали у небольшого количества пациентов. И отмечаем, что несмотря на то, что категории пациентов зачастую имеют тенденцию к утяжелению, в то же самое время уменьшение общего количества пациентов раз и более целевой подход каждому пациенту в настоящий момент позволяют улучшать результаты в динамике. Примем еще один звонок. Алло, добрый день, говорите пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте. Хорошо, какие-то проблемы, видимо, пока со связью перезвонят нам. Всю весну многие из нас, я-то по крайней мере точно, мониторили статистику побед и поражений коронавируса по всей России. И вот Самарская область явно благоприятнее многих регионов выглядела там. Ну, может, не на первом месте, но по крайней мере. Можете сказать, за счет чего все-таки нам удалось не пройти до конца, но достаточно успешно проходить все это? Наверное, основным залогом, я бы даже сказал, не успеха, о высочайшей степени подготовки. К этому стала идеология, стратегия и тактика руководства области во главе с нашим губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым, который на своем личном примере, полностью включившись в разработку вот этих концептуальных положений подготовки, вместе со всей системой здравоохранения, помог нам своевременно и уместно провести все подготовительные мероприятия. Было несколько направлений. Это подготовка инфраструктуры, это обновление парка оборудования, подготовка специалистов и понимание того, что нужно необходимо постоянно меняться, что ситуация будет изменчивой, и мы должны меняться сообразно этой ситуации. И, к сожалению, не всегда ситуация меняется к лучшему. Тем паче мы должны были быть подготовлены к различным вариантам развития событий. И именно вот в этой стратегии и проявилось качество нашей подготовки, которая позволила нам управлять эпидемией. Не эпидемией нами, а нам управлять эпидемией. Я вижу в этом основной залог, как вы говорите, победы, хотя я бы назвал это устойчивым развитием системы здравоохранения в условиях пандемии. Конечно же, все ждут, когда я задам вам этот вопрос, что дальше, будет ли вторая волна, к чему все-таки готовиться, потому что ведь вот отсутствие информации, оно как раз и порождает панику и страх, как мне кажется. Сейчас мы отмечаем планомерное снижение количества заболевших пациентов, снижение количества пациентов с острой респираторной вирусной инфекции, с пневмониями и с подтвержденными случаями новой коронавирусной инфекции. Однако для нас это не является поводом для того, чтобы говорить о том, что первая волна прошла и нужно когда-то ждать какой-то второй волны. Напротив, мы склонны расценивать ситуацию как стабилизацию и демонстрирующую положительную линию тренда в плане снижения. Но вот с этой стабильной снижающей ситуацией мы должны понимать, что нам предстоит прожить еще определенное количество времени. Это может быть пять месяцев, а может быть семь. Время покажет, но чем лучше мы будем готовы, тем меньше нас ждет разочарования. Исходя из этого, мы понимаем, что нельзя недооценивать риски, потому что уже практика показала, что там, где они были недооценены, там и были наихудшие результаты получены. Поэтому оценивая в полной мере опасность эпидемии, пандемии и в то же самое время заново оценивая свою готовность, а этот процесс тоже должен проходить постоянно с определенной регулярностью, мы можем сказать, что если и будет вторая вспышка, волна, то и она будет контролируемой. И сейчас руководством страны, правительством, Министерством здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзором, разрабатывается и постоянно внедряется новая тактика, идеология, которая направлена на предупреждение. И в частности, большая программа, кампания по вакцинации, которая в этом году должна охватить существенно большие слои населения, с акцентом на те группы риска с хроническими заболеваниями. И больше охват этих пациентов позволит нам создать хорошую иммунную прослойку и поднять иммунитет, напряженность иммунитета, который будет оберегать и защищать организм не только от вируса гриппа, которому непосредственно мы его прививаем, но и опосредованно ко всем другим инфекциям, которые могут быть. И коронавирусные инфекции в частности. А вот подводя черту под этой темой, уже достаточно, мне кажется, по ней поговорили. Как бы вы посоветовали относиться к ковиду? Со страхом, почтением или презрением? Как и каждому явлению в этой жизни, мы, наверное, должны относиться с уважением, поскольку уважение подразумевает, с одной стороны, холодный расчет, с другой стороны, горячее человеческое отношение. Поэтому только сопоставив эти два слагаемых, мы сможем адекватно принять этот вызов природы очередной, каких было много в истории человечества, и пронести его, вынести из него, из этих уроков, самое главное, и оставить за собой самое ценное. Все, чему научила нас наша история, наши предшественники. Вы смотрите программу «Звоните доктору», если только что подключились к нам и вдруг не узнали в нашей студии министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян, вы можете позвонить сюда доктору 202-11-22 и задать свои вопросы. Ну, было бы странно заполучить в гости министра и поговорить только про коронавирус. Мне кажется, что вот на его фоне, на фоне пандемии, мы как-то немного забыли о том, что существует масса других серьезных заболеваний, и надеюсь, что не забыли вы. Ну вот, например, если говорить о нацпроекте здравоохранения, то уже третий год, если не ошибаюсь, реализуется федеральный проект «Борьба с онкологией». Ну вот, а насколько эффективна-то эта борьба? Ведь на самом деле рак – это то, чего, наверное, может после коронавируса бояться все. И простите, что я вот сейчас опять вас отвлекаю, но давайте послушаем сначала звонок телезрителя, а потом мы уже поговорим об онкологии. Да, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот сейчас предстоит осенне-зимний период и предстоит вакцинация от гриппа. Какую прививку надо делать? От гриппа или от коронавируса? Или то и другое? Отличный вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Когда мы говорим о масштабной, широкомасштабной вакцинации, в первую очередь мы имеем в виду вакцину от гриппа. Вакцина от коронавируса в настоящее время уже находится в стадии завершения. И вчера президент нашей страны Владимир Владимирович Путин объявил о том, что в ближайшее время вакцина поступит для широких слоев населения. Когда, соответственно, она поступит, естественно, будет мгновенно разработана и реализована программа вакцинации и от коронавируса. Но сейчас мы говорим в первую очередь о вакцинации от гриппа и от пневмококковой инфекции, так называемая пневмовакцина, которая направлена, имеет большую поливалентность и уберегает от большинства респираторных инфекций. Еще один очень важный аспект, который бы я хотел подчеркнуть, это осознание того, что сам факт вакцинации, он однозначно не гарантирует избавление от болезни, но он существенно влияет на легкую переносимость этой болезни, на отсутствие осложнений и в конечном итоге на лучшие результаты. А теперь давайте, пожалуйста, про онкологию поговорим. Удалось ли и удается ли что-то делать в этом направлении? Онкологическая служба, которая является одним из краеугольных камней системы здравоохранения и частью большого национального проекта, в период, когда основные силы специализированной помощи были направлены на борьбу с коронавирусом, вот так вот в этот период онкологическая служба взяла на себя повышенную нагрузку по оказанию помощи пациентам своего профиля, именно плановым пациентам. И в этот период их нагрузка была увеличена до полутора раз. По сравнению с прошлым годом наши онкологи пролечили в полтора раза больше пациентов, чем за такой же период прошлого года. они работали с повышенной нагрузкой, как говорится, из-за себя, из-за того парня, который в этот момент был брошен на борьбу с коронавирусом. И система вся направлена на то, чтобы постоянно, перманентно улучшать и диагностическую, и технологическую составляющую онкологической службы. Только в этом году закуплено более чем на миллиард рублей оборудование, среди которого и новейшие линейные ускорители в количестве двух штук, которые будут поставлены в областной онкологический диспансер и в пятую городскую клиническую больницу города Тольятти. Это обновление парка эндоскопического оборудования, это развитие сети амбулаторных онкологических центров, которые возьмут на себя роль некоего сита и фильтра и помощь большому диспансеру. Это новый подход, который успешно реализуется и с каждым годом количество таких амбулаторных центров у нас станет больше. И это, конечно же, увеличение, ежегодное вложение в новые объемы химиотерапии. С каждым годом доля пациентов, которые получают качественную химиотерапию, становится больше. Соответственно, выживаемость увеличивается. И к чести нашей онкологической службы мне хочется сказать, что результаты этого года превышают результаты всех предыдущих лет. В этих непростых условиях им удалось достичь невероятных результатов. В этом есть парадокс какой-то? Наверное, парадоксов никаких нет. Это закономерность, которая идет за большой и хорошей работой. У нас есть звонок. Послушаем. Добрый день. Мы слушаем вас. Добрый день. Мистера Наталья, поселок Власть Труда. Да, Наталья, слушаем ваш вопрос. У меня такой вопрос. У меня мама, пожилой человек, у нее сахарный диабет. Какие-то ограничения вакцинации существуют для таких людей? Спасибо за вопрос. Наталья, наличие сахарного диабета относит пациента к группе риска. А соответственно, как раз-таки той целевой аудитории, к которым вакцинация показана в первую очередь. Никаких ограничений и противопоказаний нет. Поэтому она будет одной из первых, которой мы проведем вакцинацию для того, чтобы уберечь ее от респираторных заболеваний, поскольку у пациентов с сахарным диабетом они протекают в более тяжелой форме, чем у пациентов без него. Хотела еще предложить вам и нашим зрителям посмотреть сюжет, но поскольку времени не очень много до конца, давайте просто поговорим вот о чем. Наша программа «Звоните доктору» это такой, мне кажется, мини-филиальчик телемедицины, да, но по крайней мере люди же тоже могут позвонить доктору и поговорить с ним о каких-то своих проблемах. А вообще вот понятие телемедицины, кому они, кому оно все-таки более выгодно, что ли, если можно так сказать, пациентам или врачам, и правильно ли мы понимаем, ведь нам кажется, что мы позвоним сейчас доктору, а доктор скажет, а примите вот эти таблеточки и вот эти. Что такое телемедицина на самом деле? Конечно, телемедицина никогда не заменит традиционную медицину, но и она уже имеет свое законное место в системе здравоохранения. и ее место заключается в мониторинге тех пациентов, которые уже первично осмотрены врачом. И в дальнейшем требуется их динамическое наблюдение, коррекция лечения, получение обратной связи. То есть человек не сидит в очереди, не мучается, не тратит время для того, чтобы уточнить, а вот правильно ли я принимаю лекарства? Абсолютно верно. Сначала мы в любом случае посмотрим его очно, определим программу лечения, и вот в частности пациенты с сахарным диабетом, о которых упоминали в прошлом вопросе, это является очень хорошей показательной точкой приложения, когда после первоначального старта той или иной терапии необходим последующий визуальный или аудиоконтроль и, соответственно, получение обратной связи о статусе гликемического профиля, о жалобах, которые были у него на первом этапе. Для этого как раз и существуют телемедицинские технологии. Они, с одной стороны, минимизируют необходимость дополнительных движений пациента, с другой стороны, представляют максимальную объективную информацию для доктора, который в последующем занимается им. И третье, что немаловажно, пациент чувствует и видит своего доктора, чувствует эту заботу, те необходимые вопросы и ответы, на которые он рассчитывал получить информацию в ходе диалога. Армен Сисакович, хочу успеть до окончания нашей программы заручиться вашей поддержкой. Вот в каком вопросе. Звоните доктору программу, которая сейчас начинает народную акцию «Спасибо, доктор». Мы хотим, чтобы врачи, люди, которые лечат нас, получали и уважение, и почет, и благодарность. Будут люди выдвигать своих кандидатов и сами же голосовать за лучших. Вообще, вот ваше мнение и готовы ли вы нас поддержать в этом вопросе? Конечно, да. Мы с вами на сегодняшний день должны создать, вернее, воссоздать большой, великий образ врача, целителя, врачевателя, которого уважает общество, понимает его ценность, и, соответственно, и врач сам понимает и воспринимает эти свои ценности, и несет в себе не только лечебную, но и просветительскую функцию. В этом большая помощь, естественно, средств массовой информации. И мы должны показать врачей, общество, публике, и, соответственно, найти тот диалог необходимый, который в итоге выльется в хорошие результаты диагностики, лечения. На пользу всем, на самом деле, правда? Спасибо, я рада, что вы с нами. Напоминаю, что сегодня в программе «Звоните доктору» был министр здравоохранения Армен Бинян. Звонить доктору вы можете каждый четверг в 18.15. Всю информацию про народную акцию «Спасибо, доктор», мы разместим в ближайшее время на ресурсе нашего телеканала. А я благодарю вас, Армен Сисакович, за то, что вы значительную часть своего времени посвятили общению с нашими зрителями. Спасибо, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!